Добрый день, уважаемые участники вебинара. Сегодняшний вебинар посвящен обзору технических решений для применения в системах водоснабжения и водоотведения. Мне хотелось бы сказать, что большинство тех решений, которые я вам сегодня предложу вашему вниманию, построено на базе того оборудования, которое предлагает наша компания. Итак, давайте познакомимся с содержанием сегодняшнего вебинара. Первый пункт – это автоматизация насосных подстанций первого подъема воды из открытого водоема. Вторая тема – это автоматизация насосных станций первого подъема воды из скважин. Третья тема – это автоматизация процессов водоподготовки. Четвертая – автоматизация второго подъема воды. Пятый вопрос, который мы с вами сегодня рассмотрим, это автоматизация систем водоотведения и очистки сточных вод. И шестой вопрос, это система диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения. Согласитесь, все основные вопросы, которые относятся к этой отрасли, будут сегодня рассмотрены. Мало того, каждое решение будет сопровождено неплохими иллюстрациями, которые будут пояснять подробно это решение. Итак, первое, что мы с вами сейчас видим на экране, это система автоматизации насосных станций первого подъема воды из открытого водоема. Итак, эта система обеспечивает автоматизированную работу забора воды из открытого водоема по заданным из центрального диспетчерского пункта, СДП сокращенно, сейчас я вам покажу его с помощью указки, вот он, пожалуйста, в виде прямоугольника, Расписанием и режимом работы. Также эта система обеспечивает временное хранение воды в резервуарах-накопителях, которые вы видите в нижней части картинки, Для последующего транспортирования в систему водоподготовки. Эта система обеспечивает автономную работу удаленных объектов без участия обслуживающего персонала. То есть, собственно, то, чему, собственно, посвящается эта система, именно процессом автоматизации. Процессом, который исключает по мере возможности человеческий труд, человеческий фактор, Который может, в общем-то, периодически влиять на работу системы в целом. Давайте немного поговорим об программно-аппаратных средствах, на базе которых построена эта система. Итак, в качестве программных средств здесь используется система SCADA-эксперт Клиаскада или просто Клиаскада. Значит, если кто впервые слышит об этой SCADA-системе, у нас есть отдельный вебинар, который посвящен этой системе, и вы можете найти его в интернете. Если будут какие-то вопросы в плане поиска, вы можете задать вопрос в чат и получите ответ. Итак, эта система была первоначально разработана компанией Control Microsystems, это канадская компания, но относительно недавно, несколько лет назад, права на эту систему, так же, как и на ряд аппаратных средств, которые носят название SCADA-паки, это контроллеры, о которых мы с вами тоже сегодня будем говорить, Эти права были проданы компанией Schneider Electric, и сегодня компания Schneider Electric владеет полностью правами и производит это оборудование. Итак, давайте вернемся к картинке. Значит, давайте поговорим несколько слов о центральном диспетчерском пункте. Центральный диспетчерский пункт оснащен локальной сетью. В эту сеть включены армы специалистов и диспетчера, и на каждом арме установлено то программное обеспечение, которое я вам назвал. Все компьютеры подключены к серверу базы данных, но и так же обращаю ваше внимание, что в систему включена радиостанция, вот она, я вам показываю сейчас указочкой, которая позволяет выйти в систему передачи по беспроводным каналам связи. Это оборудование, которое позволяет работать по беспроводным каналам связи, так называемое оборудование Акутек, которое также предлагает компания Schneider Electric, так же наша компания предлагает, сегодня мы тоже будем об этом говорить. Так вот, в состав этого оборудования входит не только базовая радиостанция, которая служит для приема передачи сообщений, да, ну и так же датчики. Я сейчас вам покажу их на картинке. Вот они, желтым цветом выделены. Вот такие жизнерадостные, да, жизнеутверждающие желтый цвет с дисплеем. Так вот, датчики могут быть самого разнообразного функционального назначения. Это могут быть датчики давления, датчики температуры и так далее. Также у нас есть отдельный вебинар, посвященный этим датчикам, где, с моей точки зрения, достаточно неплохо разрисованы, расписаны, точнее, их достоинства и, в общем-то, область их применения. И вот здесь, как нельзя кстати, как раз показано, да, вот действительно, эта система, как эта, которую мы сейчас с вами видим на экране, так и те, которые мы с вами будем рассматривать на последующих слайдах, имеет такую характерную особенность, территориальную разнесенность. И согласитесь, что не всегда у нас есть в таких случаях, в таких ситуациях, есть возможность прокладки кабельных сетей связи, проводных сетей связи. Поэтому, с моей точки зрения, да, как, в общем-то, и с точки зрения специалистов нашей компании, других, да, и специалистов других компаний, как раз беспроводные решения являются одним из самых интересных, с точки зрения соотношения цена-качество, возможностей этих систем для работы, вот как раз вот на таких предприятиях, таких областях. Дальше, что мне хотелось бы здесь выделить. Дальше мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что на объектах устанавливается оборудование Smart RTU Scada Pack. Это вот как раз те самые аппаратные средства, которые помимо Клиаскада, также сейчас выпускает Schneider Electric. Это так называемые интеллектуальные RTU. Это что-то среднее между обычными RTU и контроллерами ПЛК. Так вот, в данной системе эти контроллеры, назовем их так, или давайте назовем их Smart RTU, это будет более корректно, управляют работой преобразователей частоты. Преобразователи частоты, если кому не видно, вот здесь они находятся. Преобразователи частоты управляют работой насосов, которые качают воду. Также, что хотелось бы сказать о преобразователе частоты, но здесь в качестве примера приводятся преобразователи частоты от компании Delta Electronics. Хотя наша компания может предложить вам другие преобразователи частоты, что называется, на вкус и цвет, по вашим запросам, по вашим финансовым возможностям и так далее. Также в системе используются приборы учета энергии от компании Satec, с которой мы также сотрудничаем. И эти приборы, которые я вам сейчас назвал, будут встречаться не единожды на наших слайдах, которые я вам сегодня буду демонстрировать. Также обратите внимание, что на картинке представлены IP-камеры, которые также имеют доступ к серверу базы данных. Ну, как вы, кто, может быть, присутствуют сегодня специалисты, без таких систем сегодня просто невозможно построить вот такие системы, потому что такие объекты нуждаются в постоянном видеонаблюдении. Что творится на объекте, да, чтобы контролировать безопасность, контролировать техническое состояние объектов и так далее. Итак, вот вкратце я вам обрисовал систему, обрисовал ее функциональное назначение, и мне хотелось бы вас познакомить с теми функциями, которые эта система выполняет. Итак, первая функция, которую выполняет система, это автоматическое поддержание заданных технологических параметров. Что здесь имеется в виду? Это уровень в приемных резервуарах-накопителях, расходы воды в системе и так далее. Плавный запуск насосов, да, это как раз следствие того, что в системе применяются преобразователи частоты. Выбор очередности включения насосов при каскадном режиме управления. Это как раз управляет контроллер. Дальше. Управление задвижками после насосов и перед или после резервуаров-накопителей. Дальше. Контроль давления после насосов и на выходе системы. Отключение насосов при достижении верхнего уровня во всех резервуарах-накопителях. Это опять же достигается с помощью датчиков, которые работают по беспроводным каналам связи. И возможность принудительного запуска всех насосов по внешнему сигналу. Это, скажем так, первая группа функций, которые относятся непосредственно к работе самой системы, непосредственно к тем функциям, ради которые она, собственно, и создавалась. Ну, а теперь мне хотелось бы вас познакомить с теми функциями, простите, которые относятся, так сказать, к функциям расширения возможностей этой системы. Итак, это функции видеонаблюдения. Я вам показывал IP-видеокамеры. Наша компания также предлагает это оборудование. Это пожароохранная сигнализация и системы контроля доступа. Дальше. Функция автоматизированного учета расхода электроэнергии и воды. Ну, вот в плане функции учета воды можно подключить какой-то прибор учета воды и подключить его к контроллеру. А контроллер, соответственно, будет передавать эту информацию в системы более высокого уровня. Ну, и последняя группа функций это визуализация и управление технологическим процессом на ARM оператора, ну, а также можно на ARM других специалистов, защита от несанкционированного изменения настроек рабочих параметров, введение архивов данных, событий, аварий и подготовка отчетов, а также непрерывный обмен информацией с ЦДП. Ну, все эти функции, как, наверное, многие из вас догадались и понимают, в общем-то, что это функции, которые относятся к работе программного обеспечения с Клиаскада, который, в общем-то, является стержнем, да, программных средств. На котором построен этот комплекс. Ну, и давайте приступим к обсуждению следующей системы. Ну, здесь такая система уже более приземленная, да, эта система применяется для автоматизации скважных насосов в системах водоснабжения поселковых муниципальных образований. Или такая система может применяться в коттеджных или дачных поселках, хозяйственных объектах. Ну, что она из себя представляет, здесь, в общем-то, вполне очевидно и не требует дополнительных каких-то пояснений. Ну, мне все-таки хотелось бы сказать несколько слов. Так же существует диспетчерский пункт. Он, конечно, имеет несколько упрощенный вид. Да, здесь есть некий компьютер, также установленным программным обеспечением Клиаскада. Имеется ARM-диспетчера. Но здесь, в отличие от предыдущей системы, вместо контроллеров от компании Schneider Electric, да, SmartRTO, здесь используется полноценный контроллер ПЛК от компании Direct Logic, Automation Direct, который называется Direct Logic. Так вот, он устанавливается в помещении. Так же в помещении устанавливается панель оператора. Мы рекомендуем, в общем-то, вот здесь в качестве примера взять панель оператора от компании Veintec. Ну и так же устанавливается прибор учета электроэнергии от компании Satec. Так же, вы видите, система оснащена различными датчиками, да, вот датчиками извещателями пожарных, охраны, датчик движения различного рода водо- задвижки, да, ну, это водо- водной арматурой, да. Так же датчики давления используются, расходомер воды и другое оборудование. Так же в системе используется связевое оборудование, точнее сказать, коммуникационное оборудование. Здесь используются коммутаторы от компании Cronix из серии JetNet, которые объединены в сеть и служат для того, чтобы передавать информацию, которая собирается с контроллеров в диспетчерский пункт. Итак, какие функции выполняет система? первое, что выполняет система, это автоматическое поддержание заданных технологических параметров, уровня в приемных резервуарах накопителях, расхода воды в системе и давления в трубах. Плавный запуск насоса также осуществляется с помощью преобразователей частоты, управление задвижками перед и после резервуара накопителя, отключение насосного агрегата при достижении верхнего уровня в резервуаре, естественно, по срабатыванию датчика. Также в системе предусмотрен режим работы день-ночь. Что здесь подразумевается? Подразумевается программируемое задание уровня давления и времени. Это первая группа функций. Вторая группа функций перечислено на следующем слайде. Мы уже с вами знакомились с этими функциями, потому что система похожа. Это автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды, контроль доступа в насосную станцию и пожарная сигнализация, а также отображение информации на ARM-оператора и защита от несанкционированного изменения настроек параметров осуществляется естественно программным способом и непрерывный обмен информацией с диспетчерским пунктом. Система работает достаточно надежно, так как в этой системе, как и в предыдущей, и вообще в тех системах, которые мы рассмотрим и рассмотрели сегодня, а также во всех тех системах, которые мы рассмотрели в предыдущих наших вебинарах, построена на базе промышленного оборудования, которое разработано с учетом очень высоких стандартов по надежности и качеству. Поэтому при выборе оборудования вы можете смело выбирать это оборудование и быть уверенным в надежности и в его качестве. следующая система, которую вы сейчас видите на экране, называется следующим образом. Это автоматизация процессов водоподготовки. Тоже такой вопрос злободневный. Знаете, что у нас в стране и в большей части мира процесс этот очень-то непростой и всегда возникает очень много проблем с качеством питьевой воды. Так вот, эта система позволяет осуществить автоматизацию процесса водоподготовки и обеспечивает высокую точность проведения всех операций процесса водоподготовки. Ну, что я имею здесь в виду? Ну, прежде всего, отделение механических примесей, это верхняя часть, да, мы с вами видим картинки, отстаивание, осветление, умягчение, фильтрации, что у нас здесь, дезинфекции и нейтрализации воды. Система выполняет строгий контроль дозирования токсичных реагентов, что немаловажно, приводя в воду поступающую из природных источников в соответствии к требованиям к питьевой воде. Ну, вот, собственно, обратите внимание, да, какой сложный путь проходит, то, не знаком с системой, здесь мне не получается взять указку, ну, сверху вниз, да, а вот мой коллега не им помог, но она при этом не хочет работать. Ну, не важно, сверху вниз, да, происходит движение воды, видите, проходит сначала механическую фильтрацию, да, осветление, умягчение, и в нижней части, вот, посмотрите, в правом углу в систему второго подъема воды она поступает. Ну, а внизу, в левой части, вот в такой вот импровизированный домик, да, здесь установлено оборудование. Давайте его перечислим, может быть, здесь кому-то будет плохо видно. Значит, в левой части установлен коммутатор связевой коммуникационный корень X, да, назначение этого оборудования я уже вам рассказал, служит для передачи информации в центр управления, да, диспетчерский пункт. Также здесь панель оператора ВайнТек, которая позволяет осуществить доступ контроллеру для того, чтобы посмотреть какие-то, ну, скажем так, результаты измерений, да, внести какие-то изменения в настроечные характеристики, проконтролировать работу системы в целом и так далее. Также здесь установлены преобразователи частоты, которые управляют работой насосов и приборы учета электроэнергии. Ну, также здесь помимо перечисленного мною оборудования установлена различная водозапорная арматура, различные задвижки, датчики и так далее. Но этой темы мы не касаемся, потому что сегодняшняя наша тема это вопрос автоматизации. Итак, давайте познакомимся с какими функциями справляется эта система. Итак, первая функция это автоматизированное управление режимами работы по графику или по заданию из ЦДП. то есть есть возможность разработать некий график и соответственно по этому графику управлять работой системы. Вторая функция дозирование реагентов пропорционально расходу воды. Следующее поддержание заданной скорости фильтрации. Ну и последняя функция, которую мы сейчас видим здесь с вами на экране это поддержание необходимого давления в трубопроводе. Ну, все это происходит достаточно просто. Мы просто с помощью контроллера опрашиваем датчики и соответственно на основании результатов измерений мы управляем ну, например, если мы скажем так говорим о давлении мы управляем работой насосов. У нас есть преобразователь частоты мы соответственно с помощью преобразователей частоты управляем работой насосов. Дальше что мы с вами здесь видим какие группы функций это функции которые я здесь объединил их скажем так в одну группу автоматизированного учета да и учитываются здесь следующие параметры это расход реагентов расход фильтрованной воды и учет расхода электроэнергии и воды и последнее это функции визуализации и управления технологическим процессом на ARM оператора введение архивов данных событий аварий и подготовка отчетов ну и последнее что здесь представлена функция непрерывный информационный обмен с ЦДП ну вот сейчас перечисляю вот эти функции мне вдруг захотелось еще что добавить что вот не надо руководствоваться сейчас той мыслью что вот те функции которые сейчас перечислены это есть некий полный перечень функций которые выполняет эта система конечно же нет дело в том что формат нашей сегодняшней встречи беседы не позволяет говорить о всех функциях не позволяет говорить о всех особенностях этой системы ну и также не позволяет их всех перечислить здесь поэтому здесь просто перечислены те функции которые позволяют вам сориентироваться в возможностях и потенциальных возможностях этой системы что можно реализовать И что реализовано. Так, следующая система – это автоматизация второго подъема воды. Значит, система здесь достаточно, ну, в общем-то, по картинке достаточно сложная. И действительно, она выполняет достаточно сложные функции. Значит, наверху центральный диспетчерский пункт. В общем-то, его наполнение, да, скажем так, я уже вам рассказывал. Это сеть, это армы специалистов и диспетчера, которые включены в эту сеть. Это программное обеспечение Клиаскада, которое установлено на компьютерах. Ну, и также базовая радиостанция. Здесь в качестве примера приведена радиостанция BR-20, которая входит в комплект оборудования Акутек. Ну, и также вот желтым светом выданы датчики Акутек. Ну, вот здесь, какие мы датчики с вами видим. Датчики уровня, которые установлены на емкости. Вот, пожалуйста. Да? Уровни воды. Или уровни жидкости. Датчики давления. Проверяют давление воды в травопроводе. Ну, и здесь тоже датчик давления установлен. То есть, здесь, по сути, два типа датчиков. Датчика уровня и датчика давления. Естественно, информация с этих датчиков поступает на базовую радиостанцию. А информация с базовой радиостанции поступает на ARM специалиста для обработки. Дальше, что хотелось бы здесь. Ну, все остальное оборудование аналогично. Тому оборудованию, которое я перечислял вам на предыдущих слайдах. Это панели оператора Вейнтек. Это смарт-РТУ Скадапак. Это преобразователи частоты. И приборы учета электроэнергии. электроэнергии от компании Сатэк. Ну, и ряд резервуаров. IP-видеокамеры мы с вами здесь видим. Ну, и, в общем-то, наверное, все, что здесь мне хотелось бы перечислить. Также мы с вами видим здесь группы насосов. Вот они вот таким вот, ну, скажем так, розово-голубым цветом выделены. Да, их достаточно много. И все они управляются преобразователями частоты. Итак, что, собственно, обеспечивает эта система? Система обеспечивает оперативный контроль и автоматизированное управление технологическим процессом бесперебойной транспортировки чистой воды из подходящих водопроводов в сеть хозяйственного и питьевого назначения в соответствии с технологическим регламентом. Вся вот эта система, которую я вам сейчас обрисовал, она управляется контроллером, да? Вот именно тем самым скадапаком. Контроллер управляет преобразователем частоты. А преобразователь частоты, в свою очередь, управляя работой насосов. Ну, о чем мы, собственно, с вами и говорили на предыдущих слайдах, да? Когда обсуждали принцип работы предыдущих систем. Какие, собственно, функции выполняет система, вы сейчас видите на экране. Они, конечно, похожи с теми функциями, но с небольшими, в общем-то, изменениями. Первая функция, которую мы с вами видим на экране, это функция автоматизированного управления подачей воды в сеть с возможностью коррекции графика из ЦДП, из центрального диспетчерского пункта. Первая функция, поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров, это, что здесь имеется в виду, давление водопроводной сети, расхода и уровня воды в резервуарах. Все это благодаря автоматизации, потому что благодаря автоматизации у нас есть возможность быстро реагировать на изменения, да, каких-то, ну, каких-то уровней, да, каких-то физических параметров системы. Следующая функция, это автоматическое изменение уставок номинального давления в течение суток. Каскадное включение-выключение насосов в зависимости от схемы работы, ну, эта функция нам уже знакома по предыдущим системам. Выбор очередности включения насосов при каскадном режиме управления, ну, в общем-то, это очевидно, да, это позволяет осуществить контроллер, все это программируется, ну, и также система осуществляет, осуществлять плавный запуск насосов, что, кстати говоря, немаловажно. Вообще говоря, плавный запуск позволяет сэкономить, продлить срок службы насосов. Ну, если вернуться на бытовой уровень, который, может быть, некоторым из вас будет более понятен, я вам, ну, например, в качестве примера проведу пылесос. Пылесос. Вот дешевые пылесосы, они без плавного запуска. Да, вот вы нажали на кнопку с запуском, и он сразу там на полный оборот и вышел. А более дорогие модели пылесосов, они с плавным запуском, они постепенно набирают обороты. Так вот, те пылесосы, которые имеют функции плавного запуска, они будут вам служить больше, дольше, потому что срок службы мотора в этом случае, электромотора, увеличивается. Так что при выборе бытовой техники, пожалуйста, руководствуйтесь этими соображениями. Так, следующая группа функций. Значит, автоматический учет потребления электроэнергии, это с помощью СОТЭКа, да, оборудование осуществляется. Видеонаблюдение, пожарно-охранная сигнализация, понятно. Мы же с вами об этом говорили. Ну и уже знакомые функции по предыдущим системам, это отображение информации на ARM-диспетчера, введение архивов данных, событий, аварий и подготовка отчетов. Непрерывный информационный обмен СДП. Вот, собственно, это у нас уже с вами четвертая система. Осталось две. И пятая система, с которой нам предстоит с вами познакомиться сегодня, мы с вами видим сейчас на экране. Система выполняет функцию автоматизации систем водоотведения и очистки сточных вод. Ну, рассматривать эту систему стоит сверху вниз. Вот он, центральный диспетчерский пункт, без него никак. Значит, ну что мы с вами здесь видим? Центральный диспетчерский пункт, о нем говорить не будем. Здесь те же самые программно-аппаратные средства, мы уже об этом говорили. О контроллерах SCADA-PAC, которые здесь выполняют, скажем так, контрольную, управляющую функцию, тоже говорить пока не будем, потому что мы уже об этом достаточно много сказали. Кстати, если я, ну, по-моему, я говорил сегодня, этим контроллерам также у нас посвящен отдельный вебинар. Поэтому, если сегодня кого-то заинтересовали эти контроллеры, а здесь действительно есть очень много интересных моментов, да, особенно интересно то, что эти контроллеры позволяют работать в расширенном температурном диапазоне, что очень немаловажно. Вообще, помимо температурного диапазона, они позволяют работать в условиях агрессивной, условиях агрессивной окружающей среды, что выгодно отличает их от других контроллеров. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, кому все-таки интересен этот вопрос, вебинар, посвященный этим контроллерам, и я надеюсь, что они вам заинтересуют. Ну, панель оператора Vintech, преобразователи частоты, прибор учета электроэнергии мы с вами все проговорили, IP видеокамеры тоже. Ну, давайте скажем несколько слов о самой системе, чтобы внести некую ясность, для чего эта система служит. Система регулирует отвод канализационных, ливневых и промышленных сточных вод, их транспортировку на очистные сооружения и контролирует выполнение технологического процесса очистки сточных вод. На насосных станциях водоотведения устанавливается несколько насосных агрегатов, откачивающих воду из приемного резервуара. Количество одновременно работающих насосных агрегатов и скорость их работы определяется уровнем воды в резервуаре. Ну, что здесь можно сказать еще? Сточные воды, подаваемые с насосных станций через напорные магистрали на очистные сооружения, проходят довольно сложную поэтапную стадию очистки. Да, вот несколько этапов. Вот вторичный, вот видим, с вами отстойник, да. После чего чистая вода поступает в водоем. Вот. Да, вот эти датчики уровня. Вот они через насосы. Здесь запорно-регулирующая арматура стоит. Проходит через механический фильтр, через удаление мелких объектов. Первичный отстойник, да, через аэротэнк. Вторичный отстойник, обеззараживание. И вот он вам в водоем. Вот такая, собственно, система. Довольно сложная, с моей точки зрения. И вот как раз система автоматизации позволяет упростить, с одной стороны, и с другой стороны, ужесточить процесс контроля за работой этой системы. Сделать его более эффективным. Давайте познакомимся с вами с теми функциями, которые выполняет эта система. Итак, первая функция. Это функция автоматического контроля и управления основным и резервным оборудованием системы. То есть система имеет резервирование. Резервирование по насосам и задвижкам. Ну, есть еще ряд другого оборудования, которое резервируется. По заданным алгоритмам с целью своевременной перекачки стоков. Вторая функция. Это оптимизация режимов работы насосов. Третья функция. Автоматическое поддержание необходимой концентрации кислорода и управление производительностью подачи воздуха в аэротенке. Это вот, скажем так, ключевые функции. Теперь вспомогательные функции. Это функция автоматизированного учета энергоресурсов. Видеонаблюдение, пожароохранная сигнализация. Ну, и также знакомые уже нам с вами по предыдущим слайдам, да, не хочется, в общем-то, их даже перечислять. В общем-то, те же самые функции. Но есть еще одна функция, которая... Мне хотелось бы здесь ее озвучить. Это удаленный мониторинг и управление процессом водоотведения и очистки сточных вод из ЦДП. И обеспечение бесперебойной работы системы в автономном режиме. То есть, вся эта система, да, вся вот эта сложная, я могу сказать, достаточно сложная все-таки система, она и задумывается для того, чтобы, с одной стороны, оптимизировать, да, с другой стороны, упростить, а с другой стороны, сделать более эффективной работу этой системы, как и, в общем-то, других систем. И я, кстати говоря, в заключении нашей сегодняшней встречи у меня будет отдельный слайд, в котором я собрал все достоинства, в общем-то, вот этих систем, которые я сегодня вам приведу вашему вниманию и уже привел, да, большинство из них. И вы для себя, в общем-то, сделаете определенный вывод от целесообразности их внедрения. И, в общем-то, сейчас на экране вы видите последнюю систему, система диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения. Эта система предназначена для координации работы всех территориально распределенных объектов водоканала из единого центра. Особенностью систем водоснабжения городов, ну, как вы знаете, да, является значительная удаленность объектов друг от друга. Организация проводной линии связи между объектами часто бывает затруднена, да, я уже говорил об этом в начале нашей с вами сегодняшней беседы. Поэтому в таких случаях имеет смысл использовать беспроводные каналы передачи данных. И вот здесь, как раз вы видите, да, очень активно, вот, в предложенной вашему вниманию системе используется оборудование Акутек. Давайте несколько слов, скажем, об программно-аппаратных средствах. Ну, вот база водоканала, да, сеть. Также здесь коммуникационное оборудование для связи между базой водоканала и водоочистными сооружениями по проводным каналам связи. Также мы с вами видим вот здесь контроллеры установлены с кадапаки. также имеются серверы на территориально удаленном объекте и ряд территориально также удаленных объектов, но с ними, в отличие от водоочистных сооружений, осуществляется связь по беспроводным каналам связи. Ну, например, камера учета, да, это подъемная насосная станция, канализационная насосная станция и ряд других объектов. На части объектов установлены скадапаки, на части объектов установлены датчики Акутек. Что, собственно, позволяет, какие функции позволяет выполнить эта система? Система осуществляет централизованный контроль параметров технологических процессов, осуществляет дистанционное управление объектами в режиме реального времени, отображение объектов городского водоснабжения и водоотведения на карте города и выводом основной технологической информации о работе объектов. Есть также, вот, эта система позволяет такую возможность организовать задание графиков подачи воды в систему городского водоснабжения в зависимости от дня недели и времени суток для станции первого, второго и третьего подъема воды. Ну, и также осуществляет эта система коммерческий учет перекачиваемой воды и электроэнергии. Ну, и знакомая уже нам с вами функция подготовки и печати отчетов. Также эта система позволяет осуществлять быстрое реагирование на несанкционное проникновение на объекты, прогнозирование предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией оборудования, ну, и повышение безопасности технологических процессов для персонала и окружающей среды. Вот, собственно, такие вопросы, такие задачи, которые позволяют решить эта система. Итак, резюме. Какой результат дает автоматизация? Для чего все это, как говорится, делается? Для чего эта система создается? Куда вкладываются деньги? Какой результат мы получим от вложений в средства? И средств порой немалых. Итак, первое, что мы получаем, это повышение качества и эффективности процесса оперативного управления системой водоснабжения и водоотведения. Второе, улучшение показателей качества питьевой воды и оказываемых потребляемых услуг. Простите, потребителям услуг. Повышение надежности и качества очистки источных вод, что, согласитесь, немаловажно. Четвертое, снижение расхода электроэнергии, реагентов, и других расходных материалов. Пятое, сокращение потерь воды при транспортировке. Шестое, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и сокращение времени устранения их последствий. Все это благодаря тому, что, вот, например, вот здесь мне хотелось бы несколько пояснений дать, да? Дело в том, что мы имеем с вами датчики, мы имеем с вами средства диагностики. Соответственно, мы можем с вами с помощью специальных программно-аппаратных средств удаленно, да, диагностировать место возникновения какого-то отказа или неисправности. Соответственно, мы можем более быстро, более адекватно реагировать на возникшую неисправность. Следующее. Улучшение условий и характера труда эксплуатационного персонала. Следующая функция. Переведение удаленных объектов в режим работы без непосредственно присутствия эксплуатационного персонала. Вот это, с моей точки зрения, сейчас очень востребованная функция. Они все, в общем-то, перечисленные мной функции востребованы. Но вот эта функция особенно внимания уделяется. Особенно на крупных предприятиях, например, на железной дороге. Не всегда действительно бывает эффективно держать эксплуатационный персонал на, ну, скажем так, тех объектах, где, ну, очень редко, когда возникает необходимость в присутствии эксплуатационного персонала. Следующее. Выполнение коммерческого и технологического, технического учета. И последняя функция. Это обеспечение комплексной безопасности всех территориально распределенных объектов. Согласитесь, вот эти результаты, да, эти, функции, да, эти преимущества дают достаточно весомый такой повод для того, чтобы поразмышлять. А почему бы, собственно, не внедрить вот такие системы где-то у себя на производстве, где-то у себя на каком-то предприятии. Может быть, в бизнесе своей компании, да, которая занимается какими-то инжиниринговыми работами и предлагает своей разработке предприятиям. Может быть, те системы, которые я вам сегодня представил вашему вниманию, может быть, они смогли бы лечь в основу каких-то других систем, может быть, даже более эффективных или более востребованных, именно под ваши какие-то задачи. С нашей стороны мы были бы очень рады оказать вам поддержку, да, и работать с вашими организациями. Не важно, будь то вы какая-то производственная организация или какая-то инжиниринговая компания. И для этого я хотел бы вас прежде всего, если кто не знает, сориентировать вас, да, посетить наш сайт головной, это тройное W plcsystems.ru. Вопросы вот сейчас, я смотрю, во время беседы достаточно много задаются, пожалуйста, задавайте. Вот, мы с радостью на них ответим. Вот, ну, также мне хотелось бы вас сориентировать по одному адресу электронной почты, это info.plcsystems.ru. На этот адрес вы можете нам высылать ваши вопросы, которые у вас, может быть, появились по ходу сегодняшней нашей беседы, да, или, может быть, они возникнут у вас позже. Мы с радостью ответим на эти вопросы, можете также позвонить нам в нашу компанию, мы с удовольствием вам поможем. Найдем какое-то оптимальное решение для вашей компании, ну, и даже готовы с вами встретиться для обсуждения тех или иных задач или вопросов. Ну, а я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания.